Всем нашим подписчикам нашей группы ВКонтакте Крестьянское хозяйство Устинова АВ, то бишь мое Алексей Владимирович и всем, кто смотрит это видео. Я бы хотел поделиться опытом, опытом жизни в деревне. Уже пошел второй год. Некоторые люди спрашивают, как вы тут обустроились. Вот сегодня хотел бы кратенько рассказать некоторые моменты. Прошу пройти. Был вопрос, из чего я сделал сарайку. Быстрый вариант это каркасное строительство с утеплителем и с пенопластом. Быстро, удобно. Есть, конечно, свои нюансы в плане вентиляции. Должна быть серьезная вентиляция придумана. Пока я над этим вопросом тоже думаю, что-то изобретаю для того, чтобы здесь понизить влажность. Пойдемте дальше покажу, как все это сделано. Вот потолок. То есть я его даже обшивать не буду. Вот он так и останется. У меня на потолке 20-й пенопласт. Вот стена из 15-го пенопласта. Сейчас кратенько расскажу. Значит, ну каркасное строительство, если кто имеет представление. Это вот ставятся стойки. То есть обвязка. В общем-то скелет, да, каркас. Заполняется это пенопластом. Ну и снаружи я решил обшить железо. Вот это тихо. Это самый простой вариант. Тут еще не достроили. Если бог даст, я в этом году буду достраивать. В ближайшее время, наверное, уже там апрель-май. Значит, что касается курей. Просили про ящики, в которые скатываются яйца. Раньше была такая мечта у меня в детстве. Что если у меня будет сарайка. Ну вот, видать, я все-таки мечтал раньше. Приезжал в деревню, там коров пасли. Вот. И эти гнезда сделать с той стороны обязательно здесь открывашку. Чтобы в курятник не заходить. Открыл, яйца собрал, закрыл. Моя супруга предложила сделать еще лучше. Говорит, сделай вообще так дно, чтобы яйца выкатывались сюда. Ну и точно сам в это. То есть я в интернете как бы это не искал. Все абсолютно сам придумал. Сейчас посмотрим. То есть вот оно яйцо. Вот оно скатывается. Просто проходишь, потом и собираешь. Конечно, вот эти вот ящики приходится чистить периодически. Потому что... Сейчас объясню, зачем это. Потому что курочки заходят в гнездо. И у них ноги грязные. Лапы их не... Вот. И в общем тут грязь собирается. Для чего вот эта штука? Значит, это все с опытом пришло. Вот закрывать вот эти отверстия. Сначала я не закрывал. Когда яйцо выкатывается, курица, видать, как-то интуиция там или что, инстинкт у них собирать яйца под себя. Она начинает головой пролазить сюда. Яйцо к себе гребет. Соответственно, яйца ломались. Вот. Ну, бывает тоненькое яйцо или еще что-то. И пока яйцо целое, курица его воспринимает как, ну, что-то такое. А как если оно сломано, оно его сразу съедает. Вот. Поэтому, чтобы этого избежать, опять же, с опытом, вот, прикрыл вот такими штуками. Гнезда какие-то сделал больше. Они популярны. Вот здесь вот, в этом домике длинно популярное вот это гнездо. И вот тут мини популярно. А снизу вот нижнее вообще не популярно. То есть, видать, оно маленькое. Ну, я опыта набирался, делал. Оно вообще неинтересно было. Что касается здесь, с этой стороны я домик уже сделал вторым. У меня вот это уже чуть побольше было. Соответственно, я сделал три гнезда больших. И они уже более популярны. Вот. Ну, у курей. Значит, здесь у нас двоится. Вот здесь одно. А здесь я положил досточку. У меня утки ходят, так чтобы они пьянцо вот это вот не взяли. Вот. Ну, иногда приходится проверять даже вот так. Открывать. Потому что яичко подкатилось и встало, к примеру, там. Ну, не хватило силы. Ну, яйца положим сюда, там 6 штук, по-моему. Пройдем в курятник. Значит, закончим тему вот с этими домиками. Сейчас вы посмотрите. Низ пола. Я по градусам, сколько наклон, точно не скажу. Примерно брал яйцо, ставил. Ну, и сам примерно в это... Ну, тренировался, чтобы оно просто скатилось. Сначала пытался этот киндер сюрприз, вот эта вот пластмассовая штучка, как яйцо, вот она каталась. Потом уже настоящее. И было такое, что когда курица яйцо складывает, яйцо падает. И если там деревянный пол у меня сначала был, яйцо бывает трескаться чуть-чуть. Вот, то есть уже все, как бы, ну, непрезентабельный вид. И пришлось, значит, пол чем-то мягким застелить. Вот, у меня там немножко ковролина оставалось. Это его коммерческий ковролин, остатки. Вот, и я взял его на полоске, нарезал, зацепил там. И все, и сейчас, как бы, слава богу, уже яйца не ломаются. Вот сейчас можете посмотреть, там, кстати, курица сидит. Здесь я тоже прикрыл немножко гиамантином. Ну, вот, чтобы им там хорошо было. Ну, так, не будем смущать. Вот, чтобы видно было. Вот это вот ковролин. Вот, чуть-чуть у нас. Ну, и там так же. Вот, что тут интересные моменты. Значит, вот эту вот систему подачи пшениц я увидел из интернета. Вот, но в интернете были просто канализационные трубы вот эти. И даже без вот этой вот загородки. Вот, сначала я сделал так, как в интернете все. Курица подходит, и зерно, они пытаются там в чистом зерне еще что-то найти, и выгребает. Пришлось сделать вот эту вот загородку. Выгребать стали меньше. Но курица все равно пытались вот так вот выгребать. То есть, не пытались, а они все равно выгребают. Потом я что придумал. Взял вот такие вот крестики, ну, тут из досточки. Скрипил, вот сюда положил, и все. Красота. Теперь вообще ничего не просыпается. Все четко, едят, все довольны. А вот это вот засыпал, хватает очень надолго. То есть, к этому вопросу я уже не подхожу. Потом интересный момент. Это я тоже увидел в интернете, поилки. Вот они продаются. Значит, посмотрел ролик тоже. Естественно, там, когда показывается, как это делать, все чистенькое, все как бы, ну, хорошо. Вот. Ну, по факту, чистенькое сделал. Курицы пылят, все равно тут садятся. Вот это вот я накрутил саморезы, чтобы они тут не прыгали, не садились сюда. Вот. И все нормально. Вот они поилочки. Вот они как этот, как умывальничек. Все, все пьют всегда чистенькая водичка. Все довольны. Ну, там, марается, иногда протираю, конечно. Это вода у меня идет с бака. Вот там бак на тонну, потом покажу. А это я сделал разделение. У меня породистые куры, адверская, серебристая порода, это мясо-яичное направление. Вот. Сейчас мы инкубируем яйца, выводим. Секунду. И я разделил от обычных курей. Ну, от просто отнесущих курей. Ну, тут... С этой стороны тоже такой же домик. То есть, принцип весь тот же. Наверное, как бы и все, окошки у меня сделаны из этого сотого карбоната. Там в три слоя. Можно и побольше сделать. Вот зимой они, конечно, плакали. Ну, я буду что-то делать, усовершенствовать, в общем, этим летом. Вот. Потому что сарай... Сарай начали делать. А вот это вот у нас, это... Зольница. То есть, у меня здесь зола древесная. И они купаются. В общем, бывают земельки, там, глину подсыпываются. Это у меня просто тут иногда вкусняшки им подкидываю. Там картошка, еще что-то. Здесь тоже увидел кормушку из вот такой трубы. Вот. Там вырезал. Ну, как бы вот, как бы неэффективность показывает то, что вот они любят ходить тут по вот этому делу. То есть, все это прогибают, пришлось тут что-то подставлять. Я думаю, лучше из дерева сделать такую кормушку с небольшими отверстиями, чтобы она туда залезла, поела головой. Как бы, чтобы все было эффективно. Меньше они корма рассыпали. Вот у нас отдельный кормушок. Я его вывел пока, чтобы он... Вот он, бак. У меня бак такой на тонну воды. Его набираем, и мне с моим хозяйством хватает на месяц даже, с немножечко. Очень удобно. Сделал... Купил вот этот шланг садовый. Десятка, что ли, диаметра у него. Эти разъемчики. И все. И вот везде вода подается. Там поилки укос, у курей. Вот так. Ну и все. Будем еще видео делать. Рассказывать про наше хозяйство. Делиться опытом. Там интересно будет смотреть. Всего доброго. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok